Привет, друзья! Я тут, да, ведь я поняла, что я очень давно ничего не планировала, аккурат с января месяца или конца декабря, я не помню, когда я там планы на год снимала. И, в общем, надо это исправлять. Я же так обожаю планировать и представлять, как вот всю эту гигантскую кучу с меня ростом я прочитаю за месяц. Это же так классно и удовлетворяюще. Надо это все напланировать, еще и вам рассказать, похвастаться, чтобы и вы представили, как я эту гигантскую кучу прочитаю за месяц и тоже за меня порадовались. Потом, конечно же, нифига не прочитать, но, в общем, это, ну, развлекает. Меня точно, вас, я думаю, некоторых из вас тоже, поэтому прочитать до конца лета. В принципе, до конца лета осталось два месяца, а тут у меня такая гигантская куча лежит. Это было очень недальновидно, планировать столько книг. Ко мне еще едут книжные покупки, которые, естественно, так как книжки новые, хочется их трогать, нюхать, читать. Я буду читать этим летом, если они ко мне доедут наконец-то, опять мне задерживают мой заказ. Но золотое правило любого буктюбера, если ты планируешь книги, ты обязан прочитать не больше половины, не больше. Если ты прочитаешь больше, тебя заплюют, заклеймят, занесут в красную книгу, будут фотографировать, приезжать, брать интервью. Это никому не надо, не больше половины. Поэтому лучше я запланирую книжек 15, прочитаю из них 7, чем я запланирую 4 и прочитаю из них 2. Мне кажется, так будет лучше всем. Так, начну с планов на год. Вообще своим планам на год я следовала вполне успешно. Я до июня месяца читала все по плану, но в июне у меня там был и переезд, и неделя чтения, и путешествия. В общем, вообще не до планов на год было, поэтому надо возвращаться в строй. Мне нужно по графику читать 2 книги из планов в месяц. Так что 2 месяца лета, 4 книжки. Покажу вам только 3, потому что одну, ну уже так, выборочно себе какую-то возьму, в зависимости от настроения. Во-первых, я поняла, что очень соскучилась по классике, поэтому беру Арчибальда Кронина читать. Как-то давно я его не читала, уже, наверное, года 2, и мне как-то вот обидно за Кронина. Я его причисляю к списку любимых писателей, но вот после «Цитадели», которая мне показалась, ну прям очень похожей на предыдущие прочитанные у Кронина книжки, мне вот как-то не то чтобы желание отпало его читать, но он в списке приоритетов на чтение очень-очень сильно сместился. Надо это исправлять, поэтому буду читать песенку «В шесть пенсов и карман пшеницы». Никогда, мне кажется, я не запомню это название. Вторая книга, которую я специально откладывала себе на лето, это «Волк» Джона Фауза. Очень хочу его перечитать, но у книжки настолько летнее настроение, что вот мне кажется делать это надо исключительно летом, потому что действие здесь происходит в Греции. И почему мой папа очень любит эту книжку, она одна из его любимых, как раз-таки вот из-за этой атмосферы греческого острова. Он обожает перечитывать там эту книжку, когда скучает по Греции, еще что-нибудь. Поэтому я хочу уже своим таким зрелым читательским мозгом, когда я могу оценить описание природы и Греции без впадания в литургический сон какой-то. Вот хочется перечитать это произведение, тем более, что это постмодернизм, который мне сейчас очень интересен. И по моим воспоминаниям, когда я читала эту книжку лет семь, наверное, назад, она вот прямо сейчас должна мне очень понравиться. И третья книжка из планов на год тоже перечит, это Джером Сейлинджер «Над пропастью воржи». Опять же, хочется посмотреть на эту легендарную, мне кажется, историю, которая вызывает столько горячих споров, как ни одна другая книга. Хочется посмотреть на нее уже взрослым, зрелым, читательским мозгом, когда уже у меня сформирован вкус, когда у меня уже есть чем сравнить. То есть, ну, хочется вынести уже какое-то зрелое, трезвое отношение к этому произведению. И почему я его тоже себе откладывала на лето? Возможно, из-за вот этой обложки, которая как-то вот настраивает на такое летнее настроение. Здесь уже такое, знаете, позднее лето с уже желтеющей листвой. Ну, не знаю, в общем, читаю летом, надеюсь. Следующая книга, это писатель, которого я прошлым летом как раз-таки и читала, и просто влюбилась, и поняла, что, ну, вот, прошел год с того момента, как я ее не читала, это неподобство, надо исправлять. Это Кейт Аткинсон, и возьму ее дебютный роман «Музей моих тайн». Это, я так понимаю, какая-то странная семейная сага, очень надеюсь, что странная, потому что вот как раз ее странный роман «Витающая в облаках», господи, забыла, как книжка называется, мне прям очень понравился, поэтому очень большие у меня ожидания и от этой книги тоже. Вообще, в принципе, у меня оптимистичные надежды, потому что начинается книжка с зачатия рассказчика, то есть первое предложение это «Я существую». Меня зачали под полночный бой часов, что стоят на каминной полке в соседней комнате. Меня начинают творить с первым ударом и заканчивают с последним, когда отец скатывается с матери и погружается в сон без сновидений. Уже интересно. Возвращаясь к моему желанию читать классику, я посмотрела на свою классическую полку, кстати, я вот поняла, что у меня осталось очень мало вот такой непрочитанной классики, которую бы я очень хотела прочитать, то есть у меня либо книжки, которые лежат годами и будут еще дальше лежать годами, как «Война и мир», например, либо что-то такое, вот что я уже прочитала, или то, к чему я потеряла пока что интерес, ну, в общем, что-то такое. А вот такой классики, на которую бы я прям смотрела и думала, ну, когда же, ну, когда же я уже до тебя дойду, у меня нет, надо пополнить мои запасы, но вот я пока не знаю, чем. Поэтому пока вот из классического буду читать Олдоса Хаксли и два его дебютных романа, это, точнее, дебютный роман «Желтый кром» и второй его роман – это «Шотовской хоровод». Не знаю, успею ли я за лето прочитать два, но «Желтый кром» прям железно входит в мои планы, я его уже тоже начала читать, я прям так соскучилась по этому классическому языку, знаете, когда ты читаешь книжку, и ты прям, тебе прям хочется отрастить себе такую густую бороду, взять перо, макнуть его в чернила, начать писать сонеты о любви или врезать в кринолин, взять нюхательную соль и разгуливать по баллам и приемам, и сплетничать с подружками, и решать, за кого ты выйдешь замуж, за того, кто побогаче или за того, кто покрасивше, ну, в общем, действительно прям вот соскучилась на самом деле по классике. А здесь прям еще так иронично написано. «Ох уж это путешествие, два часа, полностью вычеркнутые из жизни, два часа, за которые он мог бы сделать так много, например, сочинить прекрасное стихотворение или испытать озарение, прочитав очень важную книгу, а вместо этого он с омерзением глотает пыль от подушки, на которой лежит. Два часа, сто двадцать минут. За это время можно было сделать все, что угодно. Все, ничего. О, сколько сотен часов у него было, и как он ими распорядился. Истратил попосту, расплескал драгоценные минуты так, словно хранивший их резервуар был бездонным. Ох, как красиво! Деннис застонал в сердцах и обругал себя последними словами вместе со всеми своими работами. Какое право он имел сидеть на солнышке, занимать угловые места в вагонах третьего класса. Вообще жить! Никакого, никакого, никакого чувства безысходности и безымянной тоски охватило его. Ему было двадцать три года, и ох, как же мучительно он сознавал этот факт! Ох, как я соскучилась по классике! Как же я мучительно осознаю этот факт! Кстати говоря, я вот специально не снимала это видео в Одессе, чтобы в начале лета, да, вот планы на лето, чтобы приехать в Киев, где у меня уже будет вся моя библиотека, и у меня был прям гигантский выбор, я понабирала себе вот прям что-то супер-супер, и в принципе можно было этого не делать, потому что практически все книжки у меня вот здесь, которые были в Одессе, видно, просто я действительно ими больше всего горю, поэтому вот их и планирую читать. Пожалуй, единственные вот два исключения, это Джеймс Херриот о всех созданиях мудрых и удивительных, третья часть его цикла рассказов о автобиографичных, о том, как он работал ветеринаром в английской глуши. Те, кто меня давно смотрят, уже знают, что это такая моя пляжная книга, моя пляжная серия, а мне очень нравятся, как эти рассказы подходят для чтения на пляже, прям вот идеально. Во-первых, они достаточно интересны для того, чтобы забыться в них и не обращать внимания на кричащих детей, которые бегают, обсыпают тебя песком и наступают тебе на пятки, или на цыган, которые роются в твоей сумочке, пока ты читаешь книжку. Но они достаточно коротки, чтобы не забыться в чтении и не сгореть нафиг, поэтому заканчивается рассказ, и ты понимаешь, что можно пойти окунуться. Делаешь такую вот передышку, немножко лежишь, загораешь, и вот приступаешь к следующему, да, без потери какой-то вот нити логической, то есть ты не разрываешь сюжет, у тебя не получается такого комковатого, кусочатого чтения. Вот идеально, мне кажется. И они очень веселые, поднимают настроение, и мне нравится их декламировать в ванне на весь пляж, артистично размахивая руками, чтобы все на нас вокруг смотрели, а мы с Ваней смеялись как сумасшедшие с историей, там, я не знаю, как коза съела его трусы, и он потом вырезал у нее из живота и увидел, что это было его исподнее. Ой, как много книг, мне кажется, это была гигантская ошибка снимать планы. Точно, я дочитаю, вот тут я прям уверена, и мне приятно, что есть хоть какая-то зыбкая почва, точнее, твердая почва под ногами в этом зыбком мире, в этих зыбучих песках. Это Миларад Павич и его идеальный роман, потому что я его начинала читать в июне, но потом началась неделя чтения, и я поняла, что надо брать какую-то новую книжку, чтобы это было интересно, и вот отложила. Почему точно это читаю? Мне не терпится вернуться. Я прочла где-то треть книжки, и вот как раз прочла вот это, мне кажется, самое скучное начало, зачин. Идеальная книга – это детектив сотни концовок, и вот я сейчас как раз остановилась на том месте, где начинается эта сотня концовок, и мне прям настолько интересно, меня это все так интригует, что дочитываю все свои долги, разбираюсь с тем, что я читаю сейчас, все свои хвосты по неделе чтения закрываю, и приступаю срочно к Павичу и его дневной книге. Куда же в летнее пекло без латиноамериканцев и их жгучих страстей? Мой выбор на это лето – это Эрнан Ривера Летельер и его Фата Моргана «Любви с оркестром». Сзади написана такая аннотация, которая, ну, прям не может меня не привлечь, я опять же в нетерпении. В это умирающее человеческое пространство, изначально противное всякой жизни, автор помещает своих странных персонажей, поэтический язык автора созвучен холоду чилийской пампы, печали, исходящих на нет старательских поселков, смеху и одиночеству затерявших в них чудаков, застрявших в них чудаков. Вот, чудаки, поэтический язык – это прям, ммм, так что надеюсь, что очень книга мне эта понравится, поэтому хочется ее почитать поскорее. Следующая книга – это Дэниел Шонпфлук «Время кометы, 1918-й мир совершает прорыв». Это нон-фикшн, я так понимаю, схожий идейно с моей любимой книгой «19-13 лет целого века». Я помню, с каким нетерпением я ждала выхода этого произведения, как быстро, молниеносно я его заказала, когда оно вышло, как просто тоскливо, просто тянуще я ждала эту книжку, когда она приедет. Она приехала, я ее не прочитала до сих пор, вот уже как, наверное, два месяца, ну или месяц, не помню. Все дело в том, что сейчас по работе я читаю, получаю очень много информации, абсолютно мне ненужной, и вот это вот забивание ненужной информации мозг, оно очень утомляет, поэтому единственное, что тебе хочется после того, как ты закончила работу, это взять интересный роман, увлекательный, и просто окунуться в него с головой и расслабиться, а не читать нонфикшн с карандашом, ручкой, стикерами, в общем, делать все то же самое, что ты делал на работе. Поэтому как-то вот нонфикшн сейчас у меня очень туго идет, к сожалению, книжки об искусстве простаивают безнадежно, хотя мне эта тема очень интересна, но вот эту книгу я обязана, мне кажется, немножечко подтолкнуть себя, прочитать этими планами, настолько сильно мне понравилось «19-13», такое большое удовольствие я получила от той книжки, что хочется, ну хоть немножко приблизиться к тому уровню удовольствия, которое я получила от книжки «Флориана и Леса». Не представляю сезона без восточноевропейского писателя, Милорад Павич у меня уже больше относится к категории любимых писателей, а не восточноевропейских, хочется открывать для себя новые имена, и выбор этого лета у меня Яна Шхай, его подземный гараж. Это кто, польский писатель? Я не помню, вот так-то. Молодец, Алиса. Сейчас, может, тут мне раскроют. Венгрия. Ошибка неприятная. Венгерский писатель, что еще интереснее. Это такой любовный треугольник, я так понимаю, где слова дадут каждой стороне, и здесь будет такой прям монолог, какая-то исповедь, наверное, которая раскроет специфику этого любовного треугольника, каких-то запутанных отношений. Но книга меня это привлекает в первую очередь тем, что в ней, я так понимаю, очень красивый язык. Вот эти вот все любовные треугольники меня скорее отталкивают, но Венгрия и интересный язык все-таки привлекают, поэтому хочется познакомиться поскорее с очередным восточноевропейским писателем. Осталось две книжки. Мейр Шалев, Фонтанелла. Постоянно мне хочется его называть Шалаев. По-моему, вот в покупках я его называла Шалаев, что тоже очень неприятно. Это Мейр Шалев. Израильский писатель. И когда я услышала, что эту книжку сравнивают с романа Маркеса «Сто лет одиночества», все, мне надо ее купить, мне надо ее прочитать как можно быстрее, потому что тоже «Сто лет одиночества» это один из самых моих любимых романов, и я хочу приблизиться вот к этой атмосфере непередаваемой, незабываемой, к этому потрясающему магическому реализму, хоть немножко. Но здесь очень маленький шрифт в этой книге. Он, во-первых, какой-то специфический, то есть это не стандартный, да, вот этот Times New Roman или на каком издают книжки. Во-вторых, он жирный почему-то. Видимо, настолько мелкие буквы, да, что обычным шрифтом их вообще не разглядишь. А во-вторых, да, он очень-очень-очень маленький. Вот вообще читаешь книгу, и прям сливается это все. Но, опять же, надо себя немножко подтолкнуть этими планами к прочтению, потому что обидно будет, да, что у меня пролежит на полках тысячу лет книжка потрясающая, которую я не возьму читать банально, просто по дурацкой причине, из-за того, что там маленький шрифт. И последняя книга, мне кажется, вот эта самая важная вещь, которой я хочу подтолкнуть себя этими планами на лето, это Питер Мейл и его «Хороший год». Лет шесть, наверное, назад я прочитала книжку «Год в Провансе» Питера Мейла, и со мной случился небольшой Питер Мейловец, потому что я поехала на этом писателе, я скупила просто все книжки его, которые издавались, ну ладно, не все, но большинство. Я их покупала, 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 но почему-то так у меня не дошли руки их прочитать. И вот это реально такое провисание моей библиотеки в том, что у меня много книг Питера Мейла, у которого я читала одну или две книги. Поэтому надо разрешить, наконец-то, эту проблему, либо прочитать всего Питера Мейла, открыть его для себя заново, влюбиться в него во второй раз и прочитать все те книжки, которые у меня лежат, и купить все те, которых мне не хватает, либо же разочароваться в нем один раз, разочароваться второй раз, разочароваться третий, и в итоге избавиться от всего того, что я себя когда-то накупила. Это его самый знаменитый роман, по которому сняли фильм, поэтому вот его, мне кажется, хочется читать в первую очередь. Ну и тем более здесь такая замечательная атмосфера, Прованс, лето, вино, еда, багеты, оливковое масло. О-о-о, надо читать эту книжку и идти на кухню. Она у меня аж забурчала в животе, я давно не ела. Так что все, к счастью, это была последняя книжка, вот как мы быстро закончили, вовремя. Это вот мои такие планы, которые вполне возможно не выполнятся. Я это видео вообще сняла просто потому, чтобы делать хоть какой-то контент и не сильно напрягаться с фантазией. Вот, так что держите за меня кулачки, чтобы я все это прочитала, и книжку с мелким шрифтом, и тяжелый для понимания нонфикшн в моем вскипающем мозге, и горемычного Питера Мейла, которого я все никак не прочитаю. У него, кстати, вышла книжка, что-то там про собак. Если мне понравится хороший год, я ее обязательно куплю. Потому что она еще и с юмором там написана. Все. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео, вы немножко развлеклись и улыбнулись вместе со мной. Представьте, что я прочла за лето вот всю эту стопку. Повеселитесь, посмейтесь, порадуйтесь за меня, потому что больше вы ее не увидите. Ни в прочитанном, нигде. Вот. Спасибо за просмотр. Пока.